Отец наш Небесный, благодарим Тебя, славим Тебя, Иисус, благодарим Тебя за это поклонение Господи. И помажь сейчас это Слово Господи, вступление Иисус, и приготовь нас к основному Слову, славим Тебя, благодарим Тебя. И во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Итак, давайте откроем с вами книгу Деяний, 17 главу, 24 и 25 стихи. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». Итак, мы видим, что эти стихи здесь сказаны в контексте 17 главы, где апостол Павел приходит в Афины. И рассказывает жителям Афин об удивительном Боге. Сначала он видит, как жители поклоняются другим богам, другим идолам. И сначала это возбуждает его дух, но затем он говорит им, евангелизирует, благовествует и говорит в 22 стихе. «Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомым Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Давайте обратим с вами внимание на последнюю часть 25 стиха «Сам давая всему жизнь и дыхание и все». Итак, он сам является источником жизни. Во Второзаконии, в 29 главе, там сказано, Бог говорит «Вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь». Интересно, там эта фраза звучит в контексте послушания голоса Божьего. В том смысле, что если ты послушаешь голоса Божьего и исполнишь его, то ты будешь благословлен. Если ты послушаешь заповеди и исполнишь его, то ты будешь благословлен. И там, в этом контексте сказано «Выбери жизнь». В 33 главе книги Иеремии сказано, что мы нарушили и не послушали этой заповеди. То есть он говорит о евреях, когда они были в пустыне, и то, что они не смогли послушаться этой заповеди. Но в то же самое время он говорит в этой 33 главе книги Иеремии, что «Теперь я заключу с вами Новый Завет». Абсолютно Новый Завет, который отличается от Завета в 29 главе книги Второзакония. И теперь эта фраза в соответствии Нового Завета, она звучит абсолютно по-другому. Сказано «Выбери жизнь, я предлагаю тебе жизнь или смерть, выбери жизнь». В соответствии Нового Завета, где источником жизни является Иисус Христос, он говорит «Избери эту жизнь». И однажды, избрав эту жизнь, всякий человек здорово уже никогда не потеряет эту жизнь. Удивительно, да? Мы уже никогда, избрав Иисуса Христа, жизнь во Христе, подарком, поверив в Него, мы уже никогда не потеряем жизнь. И там сказано в 33 главе Иеремии, что «Грехов и преступлений я больше никогда не вспомню». Интересно, теперь для рожденных свыше верующих вот эта фраза «Выбери жизнь или смерть», она будет звучать совсем по-другому. Почему? Потому что, с одной стороны, жизнь мы уже никогда в Господе не потеряем. Но что Господь делает? Для рожденных свыше верующих, для уверовавших в Господе Иисусе Христе, Он дает об обеспечении Слова Божьего, что является также жизнью. В Матвее 4 главе 4 стихе говорится, что «Не хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих». И давая таким образом обеспечение жизни, что Он делает верующим? Он делает следующее. Он отделяет нас от пребывания в смерти, в ветхом человеке, предоставляя нам жизнь. Таким образом, мы уже никогда не потеряем жизнь, но даже в этой жизни Он сам дает это обеспечение, отделяя нас от смерти, чтобы мы жили в этой удивительной жизни Господа Иисуса Христа. И последнее, здесь сказано, что Он в нерукотворенных храмах живет, но для тех, кто уверует в Господа Иисуса Христа, Он сам поселяется в этом человеке, как сказано в 1 Коринфянам 3 главе 16 стихе, что «Мы являемся храмом Божьим». И этот храм, Дух Святой, поселяется в нас как залог до того момента, как залог вечной жизни, до того момента, когда мы увидим Господа Иисуса Христа воочию. И Он нас никогда не покинет, и дает это удивительное обеспечение жизни, как мы здесь прочитали в 25 стихе, но Он сам является источником жизни. И сам отделяет нас к жизни, как мы сказали, через Слово Божье, чтобы мы исполнялись Духом Святым в новом человеке, как написано в Ефесянам 5 главе 17-18 стихе. И отделение это происходит посредством Слова Его, как написано в Евреям 4 главе 12 стихе. Слово Его отделяет нас от смерти.